Это питание, это дыхание, это выделение, это вот вся система остальных процессов. Хорошо. Смотрим. Для того, чтобы эта схема работала, надо, чтобы во внешней среде содержались вот эти вещества, которые я стеркнусь в этот список. Белки, жиры, углеводы, муклиновые кислоты и так далее. Открою тайну. Их на планете нет. А точнее, только один единственный резервуар этих веществ на планете. В других местах их просто нет. Где содержатся белки, жиры, углеводы, муклиновые кислоты, терпены, алины и так далее. Вот вся эта органика хитрая. Да? Растения? Только растения. А у вас в теме не содержатся. Да, у вас в теме не содержатся. Именно так. Во всех живых существах. Второй резервуар. В остатках живых существ. Вот живые существа умерли, остатки их тел, они, конечно, из той же самой органики. Малекулы-то остались те же самые. С какого перепугу малекулы меня? Да? Хорошо. Отсюда интересное следствие. Жизнь на нашей планете устроена так, что чем можно питаться? Только другими живыми существами. Исключения бывают? Да. Исключения бывают. И сейчас мы с этим исключением разберемся. Начнем мы вот откуда. Видел ли из вас кто-нибудь фотографии или съемку Международной космической станции МКС? Видели. А что это такое из нее торчит в сторону? На крылья похожее. Солнечные батареи. А зачем они нужны? Потому что в работе. И компьютер от радости начинает работать. Вот это другое дело. Итак, солнечные батареи – это преобразователи, которые преобразуют энергию солнечного света в электрический ток. Так, ВДС. При этом, если вы померяете количество энергии с учетом потерянного потока, то окажется, что столько энергии получили в форме солнечных лучей, ну, часть потеряли, потому что не смогли использовать, превратили в ЭДС, в электрический ток. Если вот все дело просуммировать, окажется, энергия не прибавилась, не убавилась, энергия не умеет исчезать или возникать. Она умеет только переходить из одной формы трубки. Есть живые существа, которые около чуть больше трех миллиардов лет назад заполучают солнечные батареи. Во-первых, как называют солнечные батареи живых существ? А во-вторых, что это за существа? Прошу. Синтез не может быть детальным. Синтез — это процесс. А я спрашиваю, как называется солнечная батарея, то есть преобразователь энергии в Солнце, которая возникает у живых существ? Прошу? Прости. Это классно. Хлороклассно, разумеется. Значит, молекулы вещества, которые называются хлорофимы. Итак, молекулы хлорофима при взаимодействии с квантами, то есть порциями энергии света запускают процессы, приводящие к разделению зарядов. Мембраны заряжаются, накапливая с одной стороны положительные заряды, с другой отрицательные. А противоположные заряды что будут стремиться сделать? Противоположные? Нет. Притягиваются, побегут друг к другу. А как в физике называется направленное движение заряженных частиц? Электрический топ. Вам вряд ли приходило уколу, но на самом деле любая живая клетка, да, это в том числе электрические преобразования. Таким образом, растения что получили? У них есть деталька, позволяющая подключиться к космическому источнику энергии. Это космический источник энергии, наша звезда по имени Солнца, как Виктор Цойн, в свое время пел. Значит, и энергия света используется хлорофилом и преобразуется в энергию химических светов. Имея такую преобразованную энергию, можно вести совершенно гениальный процесс. Брать из окружающего мира совершенно недефицитный газ, СО2, и соединять его с совершенно недефицитными парами, H2O. А дальше? Ну а дальше поиграем немножко в пазл или в конструктор. Вот этими значками, для тех, кто не знаком с химическими формулами, каждым таким значком обозначают определенный тип атома. Так, значок С, это значок углерода, значок О, значок кислорода, и значок H, значок водорода. Всего три разные типа атома. Теперь, разбираем их на остальные части. Вот эти молекулы взяли, разобрали на остальные части. И потом, переставляя детальки конструктора, собираем заново. Собираем вот такую конструкцию. СО6, H12, О6. Вот это и будет молекул глюкозы. А теперь давайте смотрим, сколько надо взять молекулы СО2, чтобы построить одну молекулу глюкозы. Шесть штук пишем. При этом СО2 даст не только весь необходимый углерод, но еще что он даст? Еще 12 кислородов. А нам сколько надо? А нам надо 6. Лишние кислороды оказались. Теперь, сколько надо воды, для того, чтобы построить глюкозу? КО6. Это понятно? Ага. Шесть. Сколько у нас кислородов оказалось? Считайте. Здесь 6 СО2. Сколько кислородов? 12. И здесь 6 СО2. Шесть. Восемнадцать. А нам сколько? А нам всего шесть. Сколько штук лишних? 12 лишних. И лишнее будет выброшено. Как часто говорят и пишут, во всяких разных источниках, газ жизни, кислород. Ребята, реальная история с кислородом настолько сложна. Вообще-то кислород, газ жизни, а сильнейший ягод. В нашем теле шесть рубежей защиты от кислорода. Реальные неприятности, которые возникают у человека, который погулял в горячей зоне реактора, не из-за излучения. Гамм-излучение, само все, конечно, вредоносно, но основная проблема будет не из-за действия гамм-излучения, инициирована с молекулой воды и произойдет атомарный кислород. И вот те страшные последствия, которые будут называться лучевая болезнь, значит, на самом деле, последствия окислительного мутагенеза. Причина которой у кислорода. Так что, пожалуйста, не думайте, что кислород это прямо такое добро с крылышками. Ничего подобного. Это сильнейший окислитель, с которым организмы наши согласны мириться ради одного единственного. Вот он очень опасен, от него надо защищаться. Но он дает одно фантастическое преимущество. Помните, будет гореть костер, если закрыть одеяло? Нет. Нет. Кислород сильнейший окислитель. В его присутствии можно получать море энергии. Поэтому, если клетка ведет дыхание без кислорода, она, конечно, энергию будет получать. Но если использовать особые печи, использующие кислород, такие внутренние детали в клетке будут называться метатонтрией. То клетка получает почти в 20 раз больше. А вы никогда не задумывались, что вообще-то, на самом деле, программа без кислородного дыхания, а она самая старая, она возникает просто с самого начала формирования жизни на планете, она ведь есть у всех. Наши клетки отлично умеют пользоваться без кислородного дыхания. Этот механизм есть абсолютно у всех. Почему тогда человек умирает, если перекрыть ему дыхание? Давайте. Он получает энергию, просто в 20 раз меньше, чем ему надо. Пример следующий. Человек живет где-нибудь там на 20 этаже, поднимается вверх на лифт. И однажды, придя в подъезд, он взял от лифта, отсоединил капель питания, ну вот взял капель, силовой капель, апвентилу вынул, а в силовое гнездо ставил две пальчиковые батарейки из своего плеера. Он вообще-то электрический ток подвел, да, он батарейки ставил, вопрос, повезет его лифт или не повезет? Нет. Нет, не повезет, и даже попытки не сделает, не дернется. Уровень энергии непосходящий. Вот примерно так наши процессы. Они все рассчитаны на уровне энергозатрат, которые может обеспечить только кислородное такое. Одного без кислородного нам просто мало. Несмотря на то, что он там, конечно, есть. В результате, в результате, мы сейчас с вами описали один из главнейших процессов, благодаря которому жизнь на нашей планете устойчива. Процесс это называется фотосинтез, и так же, как и все самое главное на свете, фотосинтез изобретают бактерии на самой-самой заре жизни, более трех миллиардов лет назад. Группа бактерий, которая называется цианобактерии. Цианобактерии. Это изобретатели фотосинтеза. За счет фотосинтеза они получают дивную возможность из совершенно не дефицитных веществ, используя энергию солнца, строят сахар. А дальше, а сахар это органит. Оказывается, что его можно использовать в качестве стройматериала для получения и жиров, и белков, и нуклеиновых кислот, переставляя местами группировки, вводя при необходимости совсем крошечное количество других элементов. Списочек того, что приходится все-таки вводить, потому что из чистого сахара белок, допустим, не построен. Необходимо добавлять соединение азота из них никуда, соединение фосфора из них никуда, натрий, калий и дальше по списку. Но нужно этих веществ по массе примерно в миллион раз меньше, чем СО2 и H2O. Ну и скажите, пожалуйста, как по-русски называется вот этот списочек, который я здесь написал? Все слово знаете? Минералы, а еще более по-русски. Особенно для тех, у кого есть свой участок. Удобрения. Удобрения, минеральные соли. Они зачем необходимы? Они необходимы для того, чтобы из сахара, полученного в ходе птосинтеза, можно было создавать весь остальной набор, весь остальной список. белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и так дальше. Ну и смотрите, как славно. Да, ну давайте запишем формальное определение птосинтеза. Птосинтез, это процесс. Получение органики, скобка глюкозы, птосинтез, это процесс. Получение органики, из неорганики, СО2 и H2O. Из неорганики, скобка, СО2 и H2O. идущие с использованием энергии света в присутствии хлорофилла. В присутствии хлорофилла. За прошлом году я в качестве наблюдателя съездил, посмотрел, обычно это не делаю, один раз любопытство разобрало, в качестве наблюдателя посмотрел, как знают ЕГЭ по биологии, 11 класс. И провел свой небольшой такой тест, который ни на что не влиял. Вопрос, на самом деле, там было три вопроса, один из интересующих нас в данном случае. Что является главным результатом фотосинтеза? 90% 11 классников, которые писали ЕГЭ, написали, что главным результатом фотосинтеза является выделение кислорода. Смотрите на эту запись. Кислород это цель фотосинтеза или что-то другое? Да, ребята, это отход. Это мусор, который растение выбрасывает. Его просто накапливает слишком много, он ядовит и крепко его выбрасывает. Так что, конечно, выделение кислорода является побочным результатом. А главный это результат, растение процесс ведет, чтобы органику получить. А получение органики, напомните мне на нашу схему, это какой процесс? Питание. Поэтому фотосинтез это вариант дыхания или питания? Питание. Конечно, питание. Разумеется, питание, а получение органики. Так? Для такого питания есть свое название. Смотрите, как хитро. Клетка строит необходимое прямо внутри себя, используя внешнюю энергию. В переводе на русский такой термин, такой способ будет называться самопитание. Ну, по латыни автотрофия. Это существо, способное строить в своих клетках органику из неорганики, называется автотрофа. Самопитающая. Автотрофа фотосинтезирующая бактерия, растения. Ну, ряд еще существ, но о них сегодня речь наша не пойдет. А теперь, а у нас с вами есть ли такие солнечные батареи? У нас с вами есть ли нет? Нет, конечно. А в результате такой способ питания, который характерен для растения, для нас достижен или нет? Нет. Ага, а органику нужна? А куда берем? Из растений. Разумеется. Либо из растений, которые построили для себя, либо из других животных, которые откуда свою органику взяли? Из растений. Автотрофа это начальный путь возникновения всей еды на планете. Да? Достаточно печально бывает слушать людей, которые придерживаются идей вегетарианства, потому что проклятые мясоеды убивают живых. А вот хорошие вегетарианцы жизнь не убят. Скажите, пожалуйста, вегетарианец, который ест яблоко. Яблоко живое, кстати, или не живое? Классно. Значит, вот так курица, чьи окорочка я жарю в качестве мусорного мясоеда. Она в тот момент, когда я ее жарю, живая или не живая? А яблоко, когда это яблоко разжевывает такой чистый, возвышенный вегетарианец, яблоко в этот момент живое или не живое? Конечно, живое. Если клетки растения погибли, как вы это делом назоветесь? Пропухло. Я чуть не видел вегетарианцев, которые предпочитают есть пухлые плоды и испорченные там, я не знаю, овощи. Значит, разумеется, при сыроядном вегетарианстве люди поедают непосредственно живых организмов в тот момент, когда они вполне себе живы. Нравится вам или не нравится, но жизнь на нашей планете устроена именно так. Если вас это не устраивает, ну что могу порекомендовать, подыскивайте другую планету. Потому что в рамках нашей системы, а нет, в 21 веке появилась возможность перейти на синтетическую пищу, которую строят из нефтя. Сейчас можно из нефтепродуктов получить почти весь список органики за небольшим количеством исключений. Вот если вы перейдете на нефть, вы, кстати, из этого конца все равно не выпадаете. Нефть оттуда взялась? А это все равно результаты преобразования земных недров остатков живых организмов. Понятно, что нефть не содержит в себе непосредственно живых организмов, но это все равно. значит, хорошо, разобрались. А теперь смотрим. Да, мы с вами, в отличие от растений, которые автотропы, наш с вами тип питания будет называться гетеротропность. гетеротропа. Ну, а теперь подходим к стенам органов. Берем артотропа. Морковка называется. Значит, для жизни любому растению необходим следующий набор внешних условий. во-первых, вода нужна и СО2 надо. А зачем нужна СО2? Нужна СО2 и вода. Зачем? Да это сырье, из которого будет сахар строить. Для фотосинтона. Хорошо. Минеральная соль нужна? Да. Минеральная соль нужна. Совсем выписывайтесь и в добавке необходимы при введении, при получении из сахаров результатов фотосинтеза это ведь только сахар. Все остальные органики. Но еще один фактор совершенно необходим солнечный свет. Не путайте пожалуйста между собой вот это три источника вещества, а вот это вещество ничего другое, а это источник энергии. Да? Свет в данном случае источник энергии. Необходим для того, чтобы растение прямо внутри своей клетки строило все, что им это растение нужно. Если все эти факторы наличиствуют, морковка у нас успешно растет, растет, становится большой, толстой, сладкой, все пучком. Скажите, но если морковка все время поглощает СО2, то что с концентрацией СО2 вокруг морковки? Уменьшивается. А почему морковка не помирает от голода? Да. Да, да, давайте. с ней вступает семья от животных, которые потребляют то есть прямо верхом на морковку садится мышка и начинает вытыхать СО2 прямо в морковку. Что это? Это животные? Нет, вопрос. Если вокруг морковки концентрация СО2 уменьшилась, но если этот процесс так и останется, то СО2 просто кончится и весь фстатин станет. Вокруг каждой морковки концентрация Каждая морковка потребляет СО2 и вокруг каждой морковки концентрация вовсе падает, падает, падает. Из-за диффузии? Камень. По физике такой процесс диффузии проходили? Ага. В какую сторону всегда направлена диффузия вещества? Из зоны высокой концентрации в зону низкой концентрации. Но разбираться здесь с диффузионными моделями мы не будем, хотя это за пять минут можно объяснить, почему это происходит и почему именно в эту сторону. У нас сейчас просто немножко другая тема. Но тем не менее, что происходит вокруг морковки концентрация СО2 по АД, а из окружающего мира, со всей планеты Земля, СО2 спешит подойти к этой зоне. Почему? Потому что диффузия всегда в зону высокой концентрации, в зону низкой концентрации. Ровно то же самое с паральной воды. Потребляем парой воды, а не когда-нибудь кончится вокруг морковки? Нет, никогда не будет. В результате, если все нужное само на подхвате приходит, нужно ли морковке куда-нибудь ходить? Нет, она не ходит, сидит себе и занимается плавными на свете вещами, строит свое тело, готовится к размножению и размножается. Все, больше она ничем не занимается. Теперь берем бедного решенца, гетеротрофа. Есть гетеротрофа, у которого отсутствует курахил и эстептосин, посол не может. Вот такой гетеротрофа. Мы о чем допустим. Питается он сникерсами. Вокруг него сникерсы. Хорошо. И он протягивает трубку, берет сникерс, съедает, получая весь набор белков, жиров, углеводов, минеральных солей и так далее. Смотрели рекламу сникерсов. Но через некоторое время что произойдет со сникерсами? Кончились. На языке химия это означает, что концентрация сникерсов упала в нуля. Ну а теперь дальше гетеротроп будет сидеть на месте и ждать, пока к нему дефундируют цветы и фигуры. Сколько времени он ждать будет? Макрообъекты не дефундируют. Так что жить так же, как растению гетеротроп просто не может. Органика сама к нему приходить не будет. Поэтому две возможные стратегии. Первая самая массовая открепиться от земли и пойти на поиски. То есть перемещаться в мире. Ну правда, есть производная стратегия. Можно не перемещаться в мире, а перемещать мир сквозь себя. Возможно это только в водной среде обитания. Что я делаю? А я весь превратился в один огромный кишечник. Все остальное кроме кишечника у меня маленькая маленькая вот такие вот ножки, вот такая горошка, вот такие ножки. А теперь я поставил на входе кишечника мощный вентилятор, который засасывает воду из океана. вот здесь поставил фильтр, который будет собирать всякую мелочь одноклеточную, которая в океанических водах живет. А крем под фильтром организовал участок переваривания пищи. Вот в этом случае мне туда не влетать надо? Нет. Как называются живые организмы животные, которые пошли по этому пути? нет, не только губки, общее название такого способа питания фильтратора. Значит, такой способ питания называется фильтрация, называются такие животные фильтратора, но этот путь не стал магистральным для животных. Главное вот, не космос сквозь себя прокачиваем, а сами перемещаемся в космосе. Отсюда сразу возникают новости. Какие системы становятся необходимы в этой конструкции, без которых вполне можно обойтись вот в этой? Хорошо. А пору двигательная в первую очередь? Да? А нервная зачем? Вот, ребят, пока я неподвижный, пока я не перемещаюсь в мире, нужна ли мне нервная система? Хоть какая-нибудь? А зачем? Нет, чтобы не снили, мы делаем значительно проще. Синтезируем яды. Для синтеза определенных веществ нужна ли какая-нибудь нервная система? Синтезируем яды, отращиваем колью. Без всякой нервной системы защитились от опасности поедания. А вот в этом случае, мы передвигаемся в мире. если у нас нет системы приема сигнала из окружающего мира, система переработки этого сигнала и система корректировки движения, мы ведь так себя задвинем, потом и выдвинем. Поэтому для животных совершенно необходимо становится развитие нервной системы и органов чувств. если уж есть опорно-двигательная, то будьте нате нервные и органы чувств. Хорошо, дальше. Пищеварительная. Пищеварительная. Вот смотрите, питание в растении есть или нет? Да, а пищеварение? А пищеварение нет. А какой процесс называется пищеварением? И вот здесь, судя по интернет-сайтам самых разных домохозяек, наступает сторона чудес полное. Помните, я ранее рисовал, как устроена деревяшка целлюлоза? Она собрана из одинаково батареющих самолетов глюкозы. Так, вот такая вот. Такое собрание будет называться полимер. А теперь белок, что это такое? А белок тоже полимер. Только собрана эта связочка не из одинаковых бусин, а 20 разных типов бусин. каждая бусинка называется аминокислота, и вот для того, чтобы собрать блок, можно использовать, ну, хорошо, понимаете руки, кто катанет, плев фенешки. Ага, некоторое количество есть. Потому что можно плести фенешки из бисера, понимаете ли меня? То есть не обязательно не тяне, можно бисерное. Ну, представьте себе, у вас есть 20 коробочек с бисером разного цвета. Так? Обязательно ли вы для каждой фенешки будете использовать все 20 сортов? Нет, не обязательно. Одной можно и 20, для другой только некоторое, в соотношениях может быть совершенно разное. Так? Вот так встроенный маляк был бог из однотипных гусенок аминокислот, которых может быть 20 вариантов разных. Хорошо. Так в чем дело? У каждого живого организма свои белки. Хорошо. В результате ведь белки это работники. Значит, если человек съел морковку и белки морковки не преобразовались, то на следующий день у него должны позеленеть уши, я не знаю, нос, и заветвиться волоса, зато ноги значит, обрастут корнями и станут оранжевыми. Это вроде не происходит. Есть человек с лопу гусиную, там, я не знаю, гусиное бедрышко. По идее, на следующий день он должен начать обрастать пигемя, там, гоготать или крякать. Почему этого не происходит? Так вот, ребят, пищеварительная система что произойдет? Биом будет разобран на отдельные детальки пазла, на отдельные аминокислоты, и кровеносная система принесет эти детальки ко всем клеткам тела. Каждая клетка получит детальки и внутри себя что сделает? Соберет. Соберет. В каком порядке? В том, который был у курицы? Нет. Хорошо. А как называется программа сборки белков из аминокислот, которые записаны в каждой клетке? Это слово слышали? ДНК-относитель, на котором записаны. А сам конкретный файл, в котором записано, как собираем белок данного типа? Ген. Это и есть ген. Это гена, это элемент наследственной программы, несущая информацию о сборке белка определенного типа. Никакой другой информации в генах не записано. Ни по поводу цвета глаз, ни по поводу роста, ни по поводу волос, темперамента и так далее. Хорошо, а что же тогда получается? Если там нет такой информации, почему человек с одними генами имеет горе глаза, а с другими генами голубые глаза? Да? А какое это отношение к генам нет? Если ваша прабабушка давным-давным-давным-давным-давным приехала с юга и давно ее потомки живут на севере. У них что, глаза погубеют? Наследственная программа меняется не так. белок. Какие белки? У них генов шепинов строят белки, а у них есть белки? Знаешь, ребята, я же говорил, что все строители, все работники в клетках это белки. В гене записано, как создать определенный белок. Этот белок умеет строить голубую краску. Какого цвета глаза у человека? Голубые. А на другом гене записан другой белок, который умеет строить не голубую краску, а коричневую краску. Какого цвета глаза у человека? Корин. Только и всего. Так что на самом деле получить весь набор ваших признаков можно одним простым образом, запрограммировав белки тела. Потому что все ваши признаки созданы за счет активности тех или иных белковых систем. Получили? Итак, так вот этот процесс разложения длинной полимерной цепочки на простые составляющие и называется пищеварение. Пищеварение не дает никакой энергии. Более того, для того, чтобы все-таки разрезать эту цепь, надо энергию тратить. Да? Кстати, больше всего энергии тратится на переваривание каких-то продуктов? Мясо. Мясо. Вообще белоксодержащих. Так что, для того, чтобы переварить кусок хорошего мяса, ваш организм потратит порядочное количество энергии. А вот получит энергия существенно меньше, чем получит от такой же масса съеденного картофеля. В результате, если уж говорить, проблемах лишнего веса. Значит, диеты, которые более сбалансированно регулируют вес человека, будут содержать поменьше сахаров, поменьше углеводов и побольше белков. Ну и последнее на сегодня добавление, без которого наше следующее занятие будет совершенно бессмысленным. Значит, а на что, собственно, клетка тратит энергию? Мы говорим, что здесь у нас получение энергии, а здесь затраты. Давайте списочек процессов. На что клетка тратит энергию? На размножение. На размножение. Можно так сказать, деление, следочное размножение. Это действительно очень на конюнке процессы еще. Рост. А для того, чтобы расти, надо, вот вы собирались, собрались сделать пристройку к своему итогу. Что для этого вам надо получить? Стройматериал. Откуда вы возьмете? Вы его должны синтезировать из пищи. Согласны? Так что чтобы вырасти, надо вести процессы биосинтеза. И процесс роста, и особенный процесс биосинтеза страшно энергоемкий. Еще один из управляющих процессов у нас требует очень много энергии. Создание, передача, обработка нервного импульса. Очень энергоемкий процесс. Мы, наконец, самые энергоемкие, которые почти в 20 раз более энергоемкие, чем все остальное. Да? Мышечное движение. Работа мускулатуры требует просто океанной энергии. Все остальное идет с меньшими затратами. Смотри, что получаем. Вот у нас морковка, автотруб, вот гетеротроп. Для нормальной жизни, не для роскошной, а просто чтобы жить, не умирать. что вынужден тратить во много много раз больше энергии. Гетеротроп, он подвижен. Он подвижен, у него нервные системы. И у него есть пищеварение, которого в растении нет. Это все очень энергоемкий процесс. Если он, соответственно, вынужден тратить море энергии, сколько шваков будет происходить у него в организме. Очень много. Поэтому в этом случае можно удовлетвориться простой выхлопной трубой, то есть выбрасывать продукты отхода через пустицу. А вот в этом случае выхлопной трубой не обойдется. Необходимо ставить каскадные фильтры прямо внутри тела для очистки всех этапов совершенно нашей внутренней следы от накопления вот этих отходов. Возникает сложная и важнейшая какая система органов. Система органов выделения у нас с вами так же как у всех позвоночных главные органов выделения какие почки. Значит это наши фильтры, которые ведут очистку прежде всего крови для того, чтобы поддерживать постоянство внутри среды в организме. Так, вот мы с вами на таком модельном очном уровне пока прикинули в чем главное отличие конструкции растения от животного, какие главные задачки важнейших систем органов, почему у одних они появляются, у других не появляются, ну и дальше, дальше через никельку будем строить вот такого гидротропа, смотреть какие конкретные разные конструкции можно собирать из-за стерна. За 7-0 сегодня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.